МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Образование будущего полпредпрезидента России в ПФО Игорь Комаров побывал в строящейся школе в новом городе. Нива золотая. Аграрии республики приступили к уборке урожая. Борьба со злом. Речной дозор мониторит состояние воды в Волге. Сегодня Чувашию посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Рабочая программа Игоря Комарова началась в новой школе в новом городе, которая откроется уже 1 сентября. Новый город – один из крупнейших жилых массивов России. Здесь будет построено более миллиона квадратных метров жилья. По словам министра строительства Чуваши Александра Героева, на примере нового города можно проследить реализацию практически всех национальных проектов. Здесь, на самом деле, наглядный пример, так скажем, синхронизации всех у нас проектов. То есть по программе «Стимул» здесь построены дороги с троллейбусной линией и запущена уже троллейбус. Также по программе «Стимул» построены два детских сада. По демографии, соответственно, два детских сада и школа. Также открыты две поликлиники. Новая школа рассчитана на 1600 мест, но уже сейчас подано почти 2000 заявлений. Во-первых, дети, живущие в новом городе, пока учатся во вторую смену в других учебных заведениях. Во-вторых, новая школа будет инновационной во всех смыслах слова. Здесь мы можем увидеть полный набор всех популярных робототехнических комплектов, таких как «Лего» у ребят, «Векс». Ну и, естественно, мы понимаем, что это прыжок такой в инженерию. Что мы можем здесь увидеть? Также мы можем увидеть здесь интерактивную доску, с помощью которой учитель объясняет ребятам урок. Мы также здесь можем зарегистрироваться для участия в соревнованиях. Администрация школы предполагает, что уже с первого класса дети выберут направление образования – техническое, гуманитарное, медицинское и другие. Так, для изучения биологии закупили интерактивное наглядное пособие, на котором можно увидеть строение человека. А на инженерных занятиях можно будет экспериментировать с умным домом. Позаботились и о здоровьесберегающих технологиях. Здесь открыты медицинские и стоматологические кабинеты. Уже готов бассейн, в котором могут заниматься плаванием дети с разными группами здоровья. В большом спортивном зале смогут заниматься физкультурой сразу три класса. Помещение делится на блоки с помощью специальной сетки. Школа станет по-настоящему культурно-спортивно-досуговым центром. В актовом зале возможна организация кинопоказов, работа различных кружков для жителей микрорайона. А спортивная площадка сможет принять любителей спорта всего нового города. После экскурсии по школе полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров назвал ее одной из лучших в округе. Порадовало то, что такой основательный подход не только с точки зрения масштабов, но и с точки зрения программ. И технического оснащения, и тех задач, и программ, которые затрагивают совершенно разные сферы деятельности. И организация досугового работы с детьми, и олимпиадной подготовки и сопровождения, и ранней профориентации, и использования современных методик, и цифровизация учебных процессов, использования современной техники. Конечно, впечатлила та программа, и те задачи, которые ставит перед собой Министерство образования Республики и руководство школы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Андрей Спиридонов. Республика. Итоги социально-экономического развития Чувашии за первое полугодие обсудили во время рабочей встречи и на совещании. Понятно, что ограничительные меры внесли серьезные коррективы в исполнение бюджета. Производство промышленной и сельскохозяйственной продукции выросло, как и объем работ в строительной сфере. А вот оказание платных услуг населению, наоборот, сократилось, как и розничный товарооборот. В связи с принятием ограничительных мер в республике с 3 апреля приостановили деятельность более 1900 магазинов и более тысячи предприятий общепита. С профицитом первого полугода бюджета заканчивает Чувашская республика. Здесь мы, с одной стороны, понимаем, что не все еще последствия с точки зрения экономики проявились. И как раз обсуждали те меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы и во втором полугодии в положительную сторону результаты работы в Чувашской республике отличались от других регионов. Для этого, на мой взгляд, есть все необходимые резервы. Руководитель региона отметил, благодаря своевременно принятым мерам со стороны правительства страны и республики, коронавирус не так больно ударил по экономике региона. Если говорить о самой ситуации с новой коронавирусной инфекцией, то сейчас мы находимся на первом этапе. И убежден, что на этой неделе нам удастся говорить о том, что мы не будем перейти на второй этап. Рассмотрели и комплексную программу социально-экономического развития Чувашской республики на 2020-2025 годы. Задача этой программы простая. Обеспечить полную синергию всех мероприятий, которые заложены в вышеназванные программы, то есть национальных проектов, стратегии развития республики, государственных программ. Обеспечить полную синхронизацию деятельности федеральных органов, региональных органов и муниципалитетов, конечно же, частного бизнеса. Ну и за счет вот такого подхода получить максимальный эффект используемых средств в бюджетной сфере. Окончательный вариант программы представят уже в эту пятницу, 24 июля. Посмотреть презентацию можно будет в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. У сельчан горячая пара – жатва. Одними из первых к уборочным работам приступили южные районы. Урожай по республике предстоит собрать немалый, с площади более 548 тысяч гектаров. Сейчас главная задача – без потери убрать все выращенные сельхозкультуры. На этих полях уже приступили косовицы ячменя. Очень кстати пришлась новая техника. Ее закупили при поддержке республики в прошлом году. Крупнейший в муниципалитете хозяйства «Прогресс» уже числится в передвиках. В целом, виды на урожай лучше, чем в прошлом году. Что нас радует. И это происходит прежде всего из-за тех форм поддержки, которые в этом году нам удалось расширить. И за счет этого, ну конечно же, с одной стороны, у нас повышается энергоемкость производства, сельскохозяйственного производства. Ну и конечно же, это нам дает возможность сохранять качество убираемого сельхозкультуры зерна. И тем самым обеспечивать продукцию высокого качества уже в процессе животновоза. Каждый год специалисты принимают решение о технологии уборки. Все зависит от погоды, степени зрелости зерна. На этот раз при косовице зерновых делают высокий срез, чтобы волки легли на стержень. Что позволяет продувать скос ветром и ускорить сроки сушки в дождливую погоду. Это напрямую влияет на качество урожая. Зерновые культуры скошены в 8 сельскохозяйственных организациях на площади 1000 гектаров. И в 4 сельскохозяйственных организациях, что составляет 4% от всего зернового клина. И обмолочены на площади 80 гектаров. В районе 11 высокопроизводительных жаток марки КСУ-1, ЕС-1 и 74 зерноуборочных комбайнов. Вот видите, как вот здесь. Преимущественно марки Агрос. Средняя нагрузка на один комбайн – 317 гектаров. За первые дни скошено более 30 гектаров ячмени, 20 гектаров гороха. Параллельно идет второй укост трав и готовится почва для посева озимых культур. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Высокоскоростной интернет становится доступным и для жителей районов Республики. К нему подключился фельдшерско-акушерский пункт села Шомикова Маргаушского района. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика РФ» свыше 500 жителей села могут гулять теперь свободно, без ограничений по просторам интернета. Технологии это позволяют. Но у нынешнего события серьезный функционал. Любой фельдшерско-акушерский пункт – это прежде всего здоровье. С подключением к интернету заботиться о нем стало проще. Записаться к врачу, пройти плановую диспансеризацию, провести профилактический осмотр и все оперативно, без очередей. ФАП получил совершенно другое оснащение. Появились рабочие места фельдшера. Это стандартный компьютер, многофункциональное устройство. С помощью этого оборудования сейчас уже легко прямо отсюда записаться на прием к врачу, выписать направление на анализы, получить заключение врачей. И также скорость позволяет проводить прям такие хорошие виде конференц-связи с любым нашим республиканским медицинским центром, вплоть до федеральных центров. Теперь медики работают с электронными картами пациентов. Это упрощает работу и обеспечивает безопасное хранение данных. Со временем сотрудники ФАПа смогут использовать и другие функции республиканской медицинской информационной системы. Для меня это очень удобно. Лично для меня. Во-первых, сейчас теперь не надо ехать в районный центр, чтобы забивать талон и полный отложки. Во-вторых, я могу в любое время посмотреть у больного карточку, то есть где и когда он был на приеме, и что ему назначили. Ну, в принципе, действительно очень хорошо. Намного проще. В федеру это облегчение капитальное. По сути, оптимизируется весь рабочий процесс. Электронный документооборот ускоряет сроки получения результатов диагностики, анализов и назначения лечения. Прием становится комфортным. До конца этого года будут подключены еще 77 объектов, а к концу 2021 года высокоскоростной интернет появится более чем в тысячи социально значимых объектов Чувашии. Инесса Потапова, Семен Антонов, Республика. Рост предпринимательской активности, преференции для инвесторов, правовая поддержка бизнеса. Об этом и многом другом говорили на совещании в Яльчикском районе. Вместе с депутатами в Реугловой Чувашии обсудил комплексную программу социально-экономического развития Республики в разрезе муниципалитета. Жизнь населения делает более привлекательной сами жители. Это они активно участвуют в инициативном бюджетировании, предлагая адреса для благоустройства, ремонта, модернизации. Разумеется, большую роль играет и государственная поддержка проектов. Таких в Яльчиках 38 и еще 7 коммерческих планах. На эти цели потребуется 485 миллионов рублей, из которых почти 63 миллиона федеральных средств и более 420 миллионов рублей из консолидированного бюджета Республики. Работа идет, работа идет, работает команда. Олег Николаев призвал участников совещания ставить более амбициозные задачи. Существуют федеральные формы поддержки комплексного развития сельских территорий, развития социокультурной сферы. Ими тоже надо активно пользоваться. Так район может решить многие проблемы местного уровня. Очевидно, что муниципалитет один из лидеров по производству сельхозпродукции. А в план развития включено всего 5 инвестиционных проектов аграрной сферы. У нас потенциал очень большой, потому что яйский народ очень трудородимый. И сказать, что плюс к всему аграрный. Вот в аграрном секторе, если взять яйский район, он всегда в числе передового. И по вооруженности, по надою. Без вложения инвестиций, дальнейшего развития районных это маловато. Но мало произвести. Надо научиться перерабатывать собственное сырье. Будет развиваться производство, появятся новые рабочие места. Но, конечно, нужны серьезные инвестиции и объединение усилий. Олег Николаев одобрил практику муниципалитета по использованию заброшенных участков в населенных пунктах с готовой инфраструктурой. В Ятихском районе за 8 лет наработана очень хорошая практика, когда пустующие дома через различные инструменты передавались для дальнейшего использования. Либо это через коммуникации будущих новых собственников и тех людей, которые имели право собственности. А еще более эффективные меры, когда через суд оформляются эти земельные участки на муниципальное образование. Потому что для того, чтобы реализовать многие программы, и федеральные, и республиканские, нам надо эти земли иметь в муниципальной собственности. Этот опыт вполне можно использовать и в других муниципалитетах. В Рио глава Чуваши побывал также на предприятии «Промсервис». Здесь производят буровые смеси на основе производных крахмала. Их применяют при бурении нефтяных скважин и их ремонте. Товар настолько востребован на рынке, что предприятие только в прошлом году получило почти 70 миллионов рублей прибыли. Это один из примеров успешного ведения бизнеса. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Идет война добра со злом. Против загрязнения рек выступают активисты-экологи. Состояние воды в Волге мониторит речной дозор. По Чебоксарским улицам идет речной дозор. С собой у активистов-экологов темный чемоданчик. В нем переносная экспресс-лаборатория. Для экспресс-анализа природной воды, которая позволяет на месте буквально определить концентрацию. Порядка 10 разных гидрохимических параметров за раз. Воду из Волги проверяют на содержание солей, есть ли микроэлементы железа, фосфаты, нитраты и другие вещества. По плану измерить и концентрацию микропластика. Данный прибор называется диск-секи, который позволяет определить прозрачность воды. Опускаем диск в воду и смотрим до того момента, пока его не станет видно. Вот у нас получилось полтора метра прозрачность сегодня. В прошлые замеры метр тридцать было, сегодня больше. Специалисты объясняют это ливневыми дождями. В группе речного дозора всего четыре активиста. Два преподавателя Чигу и две студентки. Обе девушки, будущие экологи, по собственному желанию вызвались мониторить состояние воды в Волге. Конечно, хотела работать в заповеднике. Это мне не особо полезна сейчас информация, но пользу обществу приносит изучение рек, чтобы в дальнейшем прогнозы проводить, ну и улучшать состояние, потому что в конце концов вода шпитевая, нам ей еще пользоваться. Речной дозор в Чувашии появился пару недель назад под крылом российского экологического общества в помощь Минприроды Чувашии. Пробы воды берут два раза в неделю в двух точках Чебоксар, возле речного порта и в северо-западном районе, недалеко от улицы Сверчкова. Качество речной воды требует еще большого внимания. То есть здесь необходимо проводить работу по очистке не только сточных вод с промышленных предприятий, но и по очистке сточных вод ливневой, талой канализации, которые в крупных городах, как правило, сбрасывают грязнящие вещества без очистки в реку Волга. За качеством воды на реках России следят уже 13 речных дозоров. Четыре из них на Волге. Данные отмечаются на интерактивной карте, которая опубликована на сайте фонда «Без рек, как без рук». В Чебоксарах явных превышений концентрации вредных веществ выявлено не было. Пока. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов. Республика. Год трудовой славы. В Чувашии утвердили оргкомитеты и план мероприятий года, посвященного подвигу строителей сурского рубежа. Этому событию будет посвящен 2021 год. Согласно плану, в республике установят и благоустроят мемориальные объекты. Будет создан документально-художественный фильм о трудовом подвиге строителей сурского и казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. На гран-главы поставят театрализованное представление, основанное на реальных письмах, дневниках и воспоминаниях участников. Быть мудрее и гуманнее. Под таким девизом волонтеры Чебоксарского завода промышленных тракторов вместе с детьми из клуба «Четруша» провели инклюзивный фестиваль в онлайн-режиме. Взрослые и ребята показали, что к теме инвалидности можно подойти со стороны равных прав и возможностей. Это гран-фонда президента России. Одно из направлений поддержки – инклюзивное образование. Тема оказалась близкой по духу волонтерам-тракторостроителям. Уже не первый год они организуют совместные творческие занятия с людьми, имеющие ограничения по здоровью. Их партнеры – благотворительная организация «Доброе дело». В условиях пандемии фестиваль прошел в формате онлайн. Руководители инклюзивных студий из Санкт-Петербурга, Казани и Йошкаралы поделились со зрителями, как им удается реализовать на практике все, что способствует личностному росту таких людей. Приобретение ими социальных навыков, развитие их самостоятельности. Спектакли, мюзиклы, театрализованные постановки получились яркими и эмоциональными. Артистов не смутило даже вынужденное дистанционирование. Уличное творчество. В Чебоксарах под Московским мостом развернулось граффити-галерея. Одной из первых разрисовывать серые стены начала Ксения Кокель, автор Нарспи возле каскады и внучка известного чувашского живописца. Позже подтянулись и другие художники. Так получилась целая уличная арт-галерея, сообщает портал ЧебМедиа. Сейчас там снимают клипы и блоги, видео с танцами для ТикТока и Инстаграма. Место стало городской достопримечательностью. Приезжие приходят сюда посмотреть и пофотографироваться. Сегодня отмечается Международный день бокса. На официальной странице Федерации в соцсети запустили большой праздничный эфир «Флэшмоб», в котором спортсмены из разных регионов делятся видеобоя с тенью на фоне знаковых мест своих городов. Спортсмены-чуваши тоже вышли на бой. События проходят под девизом «Сильнее, чем вчера». Так организаторы ответили на ограничительные меры во время пандемии. Боксеры из разных городов страны весь день передают эстафету друг другу в онлайн-формате. Желаю успехов, таких же побед, как делали до нас наши отцы и деды, как выступало наше поколение. И, конечно, мы уверены, что сегодняшнее поколение боксеров также высоко поднимет знамя нашего спорта и нашей страны и будет побеждать на самых крупных соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах мира, Европы. В Чувашии началась реализация проекта «Аэробика. Это просто. От 4 до 90». Он получил в этом году грантовую поддержку президента Российской Федерации. Уже из названия ясно. Авторы хотят, чтобы здоровыми и спортивными были все жители республики, несмотря на возраст. В Региональной Федерации спортивной аэробики пришлось с учетом эпидемиологической обстановки разработать специальную комплексную программу, в которой онлайн-занятия соединились реальными. Так в социальной сети Instagram утреннюю зарядку на свежем воздухе провел Алексей Германов, мастер спорта России международного класса. Продолжил насыщенный спортивный день – слет по спортивной и оздоровительной аэробике на территории сразу двух стадионов – «Спартак» и школы номер 20. К ним присоединились поклонники ЗОЖа в Ельниковской роще. Около двухсот воспитанников Чувашской школы спортивной аэробики участвовали в нем в режиме онлайн-трансляции. Сейчас к практическим урокам добавятся семинары на платформе Zoom для всех спортсменов-любителей. В трансляциях расскажут о пользе занятий спортивной аэробикой, о правильном питании, о режиме сна и о многих других важных вопросах, волнующих тех, кто заботится о своем здоровье. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До встречи в эфире.